В Славянском районе повышение квалификации участников воспитательного процесса происходит на постоянно действующих педагогических семинарах на базе образовательных организаций. Цель таких семинаров – изучение и обмен опытом практической работы школ, поиск оптимальных путей решения воспитательных задач. На этой неделе в школе номер 20 Забойского сельского поселения состоялось семинар-совещание для заместителей директоров по воспитательной работе на тему «Школа-территория здоровья, счастья и тепла». Оказание методической помощи по вопросам воспитания в отделе воспитательной, социально-профилактической работы и дополнительного образования управления образования осуществляется систематизированно и непрерывно. Это способствует повышению эффективности в реализации компетентного подхода в деятельности заместителей директоров по воспитательной работе. Вот такой методический десант, мы его называем, он у нас первый раз в этом учебном году высадился в 29-й школе, потом у нас был семинар в 4-м лице, в 25-й школе, в 11-й школе, и сегодня мы приехали в школу номер 20. Темы наших семинаров, они очень разнообразны, они направлены по всем направлениям воспитательной работы. Мы считаем, что такая методическая помощь, она должна проводиться планово в системе, потому что, наверное, когда педагоги обмениваются опытом, изучают опыт других коллег, это помогает им быть более компетентными, наверное, в своей воспитательной работе. Семинар в 20-й школе Забойского сельского поселения состоял из двух частей – практической и теоретической. В первой директор школы Анна Шевцова поделилась опытом организации воспитательной работы с участниками семинара – взаимодействия коллектива школы с родителями. По её мнению, школа – это не только здание, в котором дети получают определенные навыки и знания. Школа, прежде всего, второй дом – социально-культурный центр, где дети могут обучаться не только школьным предметам, но и во внеурочной деятельности развивать физические и творческие способности. Я считаю, что в селе школа – это второй дом, это безвысотка, так, как оно есть. Это центр развития, это центр воспитания ребёнка. Поэтому мы вот с родителями вместе стараемся делать всё, чтобы именно для ребёнка это здание было вторым домом. Чтобы он шёл сюда с радостью, получать знания, общаться с одноклассниками, быть на мероприятиях. Мои союзники-то родители, конечно. И если у нас что-то получилось вот здесь, это только благодаря нашей совместной работе. В школе действительно большое количество клубов по интересам, кружков спортивных секций. Тому пример выставки с изделиями декоративно-прикладного искусства, рисунки, картины, которые украшают школьные стены. Также в образовательном учреждении работает кружок военно-исторической миниатюры. Его ведёт преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Сергей Дерябкин. В этом кружке он обучает ребят лепить из пластилина и пластика масштабные фигуры, отражающие историю военных лет. В результате дети учатся не только мастерить подделки своими руками, но и получают новые знания. В процессе изготовления фигурки нужно узнать очень много о модели, которую они будут изготовлять, проецировать в пластилине или пластике. Может, даже в металле у нас есть и такие моменты. Для участников семинара в этот день провели экскурсию по школе, после чего гости побывали в школьном спортзале. Там проходили весёлые эстафеты под названием «Сем-Эс» – сильные, смелые, стойкие, сплочённые, спортивные, симпатичные, сообразительные. В спортивных состязаниях приняли участие ученики школы и их родители. В их числе глава Забойского сельского поселения Александр Крутько. В этот день он, как и остальные родители, пришёл поддержать своего сына. Александр Михайлович – выпускник 20-й школы. Для меня это жизнь. Я здесь начинал свою трудовую карьеру. Пять лет я проработал здесь, в этом спортзале, учителем физкультуры. Здесь сейчас учится мой сын в четвёртом классе, за который я выступал. Это одна из немногих школ в районе, где очень приятно и уютно. Также в этот день прошли классные часы у младших и старших классов, в рамках которых ребята пообщались с учителями на темы «Что такое счастье?» и «Что означает понятие «дарить тепло?». Отвечали на вопросы, соответствующие темам. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова